В последние годы Эмам Али Рахмон начал позиционировать Таджикистан как страну с широкими международными связями, а себя как политическую фигуру мирового уровня. Это проявляется как в совершенно неуместных заявлениях Рахмона на геополитические темы, так и в совершенно ничего не значащих, но преподносимых как значительные связях, которые устанавливает Таджикистан с различными странами. Так, например, 19 сентября 2017 года на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Рахмон с трибуны ООН в своем выступлении сделал несколько нескромных заявлений относительно международных проблем и в том числе касательно северокорейского кризиса. С очень серьезным лицом заявил он, будто бы его мнение играет в данном вопросе хоть какую-то роль. Также он сказал Генассамблеи ООН То есть в своем выступлении Рахмон позиционировал себя так, будто бы он является лидером одной из сверхдержав, чье мнение в международных вопросах является, если не решающим, то хотя бы весомым. А это, как мы знаем, совершенно не так. 7 сентября 2017 года пресс-служба президента Таджикистана сообщила о телефонном разговоре между Рахмоном и Раджеп Таиб Эрдоганом. При обсуждении международной проблематики главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с ситуацией, возникшей по отношению к мусульманской общине в Мьянме. Говорилось в сообщении. То есть Рахмон решил не отставать от некоторых правителей в мусульманских странах и тоже неожиданно обеспокоился ситуацией в Мьянме. 5 сентября 2017 года пресс-служба Рахмона также сообщила о ряде встреч президента на полях саммита БРИКС с главами Египта, Бразилии, Соединенных Штатов, Мексики, Гвинеи, Южноафриканской Республики, Таиланда и Индии. В ходе этих конструктивных встреч с главами названных стран рассматривал вопросы расширения сотрудничества в сферах политики, различных секторах экономики, торговли, культуры, науки и образования, промышленности, сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной сфере, а также другие интересующие сторон вопросы. После прочтения подобного сообщения может сложиться мнение, будто Рахмон является чуть ли не ключевой фигурой и самым популярным главой государства на саммите. Кроме того, в последние годы можно наблюдать, как власти Таджикистана устанавливают абсолютно формальные связи с различными странами, громко трубя об этом и преподнося это как развитие страны в сфере международных отношений. Так, например, 28 сентября министр внутренних дел Таджикистана Рамазан Рахимзада встретился в Пекине с министром внутренних дел Молдовы Александром Жизданом, обсудив сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом. Какие могут быть общие дела у Таджикистана и Молдовы в сфере борьбы с терроризмом, остается большой загадкой. В 2013 году таджикистские власти объявили об историческом прорыве Таджикистана в Африку. Эмамали Рахмон встретился в Душанбе с премьер-министром Мозамбика Альберто Клементино Антонио Ваквино, после чего между Таджикистаном и Мозамбиком были установлены дипломатические отношения. В декабре 2016 года Рахмон в своем послании к парламенту заявил следующее. Рахмон в своем послании к парламенту заявил следующее. Таджикистан, в сфере Байна Миллали, в сфере обеспечения и премьер-министром и премьер-министром, в обеспечении и обеспечении бас-самбаре захири АП, представлены в Африку. Продолжение следует... Возникает вопрос. На самом ли деле Рахмон стал международным игроком? Действительно ли Таджикистан, являющийся самой бедной страной в Центрально-Азиатском регионе, население которой прозябает в нищете, госдолг которой составляет 40% от ВВП, страной, которая для пополнения бюджета ежегодно получает помощь от десятков стран мира, в том числе и от раздираемого войной Афганистана, поднялся до уровня государства, которое озабочено международными. Если это не так, тогда чем же объяснить поведение Рахмона? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, следует взглянуть на политическое и экономическое положение Таджикистана. Для того, чтобы охарактеризовать политический статус Таджикистана, его нужно классифицировать с точки зрения его положения в международной политике. Как известно, все страны в мире делятся на Очевидно, что Таджикистан относится к категории зависимых государств, в данном случае зависимости. И не просто зависимость, уместно поставить вопрос о наличии у Таджикистана истинного суверенитета, ведь Россия сохраняет свои крупные военные объекты в Таджикистане, в том числе в Душанбе, то есть в столице государства. Памирский участок государственной границы Таджикистана с Афганистаном до 2004 года охранялся российскими пограничниками, хотя формально и был передан под контроль Таджикистана. Тем не менее, в стране до сих пор остается оперативная группа пограничной службы ФСБ России и имеются российские военные советники при каждом из погранотрядов. Более того, Таджикистан зависим от России еще и экономически, ведь более миллиона, 12% от всего населения страны, граждан Таджикистана постоянно находятся в России и в трудовой миграции. И эта миграция оказывается буквально спасением для народа, который живет за счет денежных переводов из России, которые составляют до половины ВВП Таджикистана. Соответственно, тема трудовых мигрантов становится весьма чувствительным рычагом политического давления на Рахмона, который довел богатый на ресурсы Таджикистан до ситуации, когда населению приходится покидать свою страну и отправляться на заработки за границу, занимаясь низкоквалифицированным трудом в России. В каком же состоянии находится экономика Таджикистана? Можно ли сказать, что Рахмон навел порядок в стране до той степени, что теперь он активно занимается международными проблемами? Таджикистан является самой бедной страной среди стран СНГ. В 2016 году он занял в рейтинге самые богатые страны мира, the richest countries in the world, 153 место из 185 возможных, с размером ВВП на душу населения, чуть больше 2,8 тысяч долларов. В 2017 году американское финансовое издание Global Finance составило рейтинг самые богатые и бедные страны мира, the world's richest and poorest countries, в котором назвало Таджикистан в числе 33 беднейших стран мира, вместе с Центральноафриканской республикой, Демократической республикой Конго, Малави и Бурунди. В 2016 году доклад Всемирного банка по Таджикистану показал, что за чертой бедности живут более 31% населения. Средняя зарплата в Таджикистане 85 долларов США, средняя пенсия 20 долларов. По сегодняшний день в стране практически абсолютно отсутствует газ. До сих пор имеется множество населенных пунктов, куда не дошло электричество. По данным Всемирного банка, только 57% городских домохозяйств имеют доступ к безопасной воде. Этот аспект для сельских домохозяйств составляет 31%. В период 2014-2017 годов стоимость на электроэнергию повысилась более чем на 50%, с 11 дирамов до 16,85 дирамов. В системе образования прослеживается нехватка учителей, учебных пособий и ученических мест. Когда стало очевидным плачевное положение Таджикистана, с экономической и политической точек зрения возникает вполне резонный вопрос. Как же тогда объяснить поведение Архамона, который исполняет на публике роль воротилы международной политики? На самом деле ответ на данный вопрос как раз и кроется в плачевном экономическом и подчиненном политическом положении страны. Дело в том, что экономическая ситуация в Таджикистане становится хуже с каждым годом, что не может не поставить под угрозу само существование режима Архамона. По данным Центрального банка РФ, объем денежных переводов из России в Таджикистан за 2015 год сократился втрое. Национальный банк Таджикистана заявляет, что общий объем денежных переводов в республику в долларовом эквиваленте сократился на 33,3%. А это в свою очередь означает, что в Таджикистан хлынули потоки трудоспособных мужчин, возвращающихся из России, работа в которой из-за экономического кризиса потеряла смысл. И чем хуже обстоят дела в стране, тем больше народ проявляет недовольство режимом. Ситуация для Архамона обостряется еще и тем, что Таджикистан имеет самые быстрые среди стран Центральной Азии темпы возрождения исламского сознания в народе. А это несет вместе с собой и рост политической сознательности мусульманского населения, которое не будет мириться с секуляристом-коррупционером, продавшим страну-колонизатором. В связи с этим, Рахман в последние годы проявляет невероятную активность, реализуя комплекс мер по сохранению режима. Среди этих мер и нейтрализация оппозиции в лице Пифт, и поголовные аресты исламских проповедников и имамов, и объявление войны исламским атрибутом, и насаждение патриотизма, и национализма, и массовое внедрение западных ценностей, и пропаганда культа личности президента. Так вот, одним из толпов данной политики является изображение невероятных успехов на международной арене. На самом деле, Рахман отчасти всего лишь повторяет советский опыт, когда псевдодостижения СССР в международной политике, экономике и спорте являлись важным инструментом одурачивания населения. Таким образом, становится ясно, что итоговый зритель этого спектакля, который разыгрывает Рахман и его пресс-служба, сам народ, который по замыслу постановщика должен забыть все унижения и невзгоды жизни, радуясь за так называемые успехи своей родины на международной арене. То есть Рахман просто-напросто отвлекает народ Таджикистана от реальных проблем, стоящих перед ним. Образ Рахмона международного игрока является фальшивым. На самом деле, во всем мире его рассматривать не иначе, как престарелого узурпатора по прошайку, который ездит по разным странам и клянчит деньги, пугая всех исламским взрывом в Центральной Азии в случае падения его режима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова